добрый день друзья друзья подписчики меня зовут вадим бондаренко мы рады приветствовать вас на нашем канале сегодня я бы хотел поговорить такую тему как какие-то оригинальные дома строительства как бы нашему взору попал такой дом интересный из конопли получается не само отходы все что остается после конопляного производства солома в основном вот из нее строится дом сейчас у нас зима как вы можете видеть стоит замечательная погода немножко морозно около минус 8 ну все равно несмотря на мороз мы сходим посмотрим этот дом вот вот этот домик о котором мы говорили он находится у меня за спиной с видом принципе ничем они не отличаются от обычных каменных домов или домов спиноблока или каркасный одноэтажный классический четырехскатная крыша но у него тоже есть маленькие секреты о которых мы сейчас расскажем в дальнейшем виде вот пришли мы в этот дом нам вот так он выглядит вблизи вот как видим дом стоит на бетонной подушке давайте подойдем фундамент получается здесь залита цельная плита утеплена будет штукатурится я разговаривал с ребятами которые занимаются тем домами они говорили что возможно полы делать тоже из конопли тоже ложится лаги туда засыпается конопля делается теплый пол возможно вот давайте посмотрим как это выглядит это получается солома она замешивается с известью еще с какими-то примесями одно в принципе она такая жесткая то есть сверху будет штукатурится дом какими-то дышащими штукатурка давайте пройдемся сейчас поперем стены довольно ровные а делается технология такая ставится каркас деревянный делается и ставится у изби плита с маяками засыпается вот это вот материал этот конопля перемешаны с известью там еще чем и прессуется запрессовывается 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 межэтажное перекрытие тоже получается что их засыпают тоже на мокрую засыпают но вроде их не трамбуют а просто их сложен в принципе это каркасный дом только заполнен вот такие вот материалы стена вот именно в этом доме 40 сантиметров в принципе ребята говорили что можно 50 делу в принципе кто и сколько захочет какой коэффициент теплопроводности материал коэффициент теплопроводности получается 006 6 получается чуть уступают ватера ну да вата 004 0038 ну как бы шоу так она пляшивая вроде она и не портится и вроде даже не горит тут ребята не знаю как она горит не горит может у них где-то осталось чуть материал мы сейчас проверим попросим сейчас может показать сам материал из чего делается давайте сейчас еще дальше пройдем просто посмотрим интересную принципе проект дома в принципе как и большинство сейчас современных домов предусматривает террасу красиво выход большой стеклянные двери по поводу материалов вообще сколько с получается квадратный метр я вот разговаривал застройщиками то есть они говорят что где-то около 800 долларов за квадратный метр это с отделкой как бы под ключ с техникой с электрикой это как бы все под крышу фундамент да 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 около 800 долларов из фасадом с фасадом с фасадом до фасада не получается какой плюс этого дома как утверждает ребята что эта технология предусматривает дышащие стены то есть все эти материалы которые будут использоваться здесь нам штукатурка немецкая что путь это даже в украине таких нет технологий вот и стены получается дышащие то есть они как бы и вовнутрь попадает туда воздух и выходит пар из дома то есть нету ни пара барьеров ничего нету этого то есть бы экологически чистый дом с экологически чистых продуктов минимум каких-то химии добавлений здесь сделан бетонный пол но вот ребята же говорили что если человек хочет вообще уйти от этого всего то можно делать полы тоже вот этой технологии тогда как бы вообще будет все хорошо сейчас я думаю мы зайдем во внутрь мы зашли внутрь дома большинство перегородок сделано из этого материала вот как говорят ребята что добавляется сюда кальций и известь на мокрую и вода и благодаря этому перестает гореть проверяли горелка его сколько температура там по 1000 градусов шоу не горит вот так в принципе то же самое деревянный каркас переполняться доставить опалубка перегородка тамбра получается она поэтому утепленная такая теплая стена сделана из кирпича вот это понял просто заказчик захотел кирпичные стены здесь будет камин камин находится стеной большая поэтому равные окна выход на террасу террас здесь как бы тоже самая внешняя сцена 40 сантиметров 50 косы деревянные получили дальше идет наполнитель электрика штробится этот материал для закладывается в стену вот таки внутри тоже будет штукатурится вот сам наполнитель а вот так стержень да вот именно листья вот конопляный стебель и дроблены полы сделаны грамотно вот аппарат в котором замешивается конопля с химикатами потолок сейчас пока набили доску сверху там сверху живой лежит утеплитель 40 40 сантиметров проведены коммуникации я так думаю еще будет еще какой-то потолок один весной колено-тяжного общая площадь дома примерно там около 120 130 метров квадратный давайте пройдем заходим с гостиной попадаю в комнату тоже находится на южной стороне хорошо светло стоят укусим правильно завязаны завязаны наше время редкость каркасных строительств кто делает укусим это получается несущие растет еще и под стяжку отделили стяжку сделаны выводы разборы под отопление сразу же тоже заведены вот вентиляция нет а это отопление будет точно это выведено отопление будет стоять принудительный вентилятор уже стоит уже стоит воздушное отопление воздушное отопление на а вот это в стене что это тоже отопление а водяное то и то да вот я буду просто разгружать камин понятно то там стоит камин в гостиной то что мы показывали и это будет с камина идти сюда здесь еще одна комната но она закрыта сейчас ребята проживают это наверно хозяйская спальня это комната около двенадцати метров самое интересное было долго санузел находятся по тоже выведено отопление Перевородки для сам узла сделали из пенобетона для удобства, чтобы плит куда можно было положить? Да нет, пока плохо, чтобы было приятным. Как бы такой вот дом. Итак, подведем итоги сегодняшнего обзора дома. В принципе, дом интересный, планировка интересная, интересно то, что для современного строительства есть терраса и окна большие. Потом, что еще по поводу утепления, по поводу материала. В принципе, этот материал, это похоже на технологию, которая, в принципе, испокон веков была у нас в Украине и в других странах. Похоже, как саманные дома делали, глина, солома. Я думаю, что, в принципе, этот дом даст фору любому дому из кирпича, из пеноблоков. Какой еще плюс? Плюс того, что это экологически чистый материал, то, что не добавляется, ну, в принципе, там только извести, и кальций, и вода, и ничего такого больше не присутствует в доме. Вот. В современном мире тоже экология, как бы, является очень таким фактором. То есть, если человек построит себе дом полностью, там, с каких-то пластмасс и там еще, и в процессе он будет этим всем дышать, как бы, это тоже не совсем хорошо. По поводу цены за квадратный метр, то цена, в принципе, такая же соотносима, как бы, ну, в принципе, и с другими строительствами. Даже если она немного где-то увеличивается, но, как бы, за счет того, что человек потом сэкономит на своем здоровье, то, я думаю, что это имеет смысл в такие вложения на начальной стадии. Плюс то, что утверждают ребята, что материал не горючий, тоже, как бы, является, ну, плюсом, скажем так. Вот так. Что еще? Так, в принципе, дом внешне, он, ну, ничем не будет отличаться. То есть, вы не будете выглядеть, там, живя в таком доме, какими-то, там, чем-то, как бы, белой вороной. То есть, дом, ну, внешне, обычно, у нас еще, если поштукатурится, то, я не думаю, что он чем-то будет отличаться. Вот. Если вам интересна эта технология, вам понравился дом, вообще, как бы, задавайте вопросы. Если захотите вдруг себе такой же дом, у нас есть координаты. Этих ребят, которые занимаются этими домами. То есть, у них, я так понимаю, проекты, и все они делают. Еще у них занимаются они такой технологией купольных домов. То есть, я лично вообще этой технологии так, ну, как бы, вживую не видел у нас в стране. Вот. Я так понимаю, они ездят, и, я не говорила, и в Польшу выезжают, и за границу, если надо, в принципе, этот вопрос можно решить. Вот. Ну, как бы, вот такое видео. Если вам было интересно, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok